С чего начинается родина С картинки в твоем букваре Скажи мне, по каким учебникам ты учился, и я скажу тебе, кто ты. Действительно, даже наш букварь, по которому мы учимся читать, по сути, наше первое учебное пособие. А кто сейчас пишет для нас учебники? Какими они должны быть и какие они сейчас? Давайте разбираться. В советское время выпуском всех школьных учебников ведало государство в лице единственного издательства просвещения. И учебники были едиными для всех. Но с падением советской монополии рынок заполнили десятки пособий разного авторства и разного содержания. Вот мы видим здесь, в учебнике старом, здесь даны уже сразу упражнения. Потому что теория, видимо, дана вся в самом начале. Дальше идут задания. Но, как правило, вот на самом деле в старом учебнике, и даже учебники, по которым еще и не только в 90-е учились, но еще учебники до учебника Разумовской, там действительно больше было практических заданий. С директором 323-й школы Людмилой Александровны, ее дочерью Евгении, внуком Александром, все они целая династия педагогов-филологов, ищем отличия в учебниках двух эпох. Взять хотя бы такой незыблемый предмет, как русский язык. И там уже за прошедшие 20 лет между поколениями возникает спор. Кофе – это все-таки он или оно? Рейтлин, например, плачет от того, что дети все время поправляют дом, как нужно говорить. Пусть им не тапок, а тапка – это женский рот. Кроссовка, да. Кроссовка, да. То есть это история, которая закреплена в словаре. Вот, мы идем за словарем, учебник идет за словарем, но тем не менее, да? Но норма следует за носителем. Норма следует за носителем. Но не так быстро, как кажется. Конечно. С учебниками литературы сложнее. С падением советской цензуры были напечатаны произведения, которые не печатались 40 лет. И учебники литературы стали появляться, как грибы после дождя. Но с точки зрения педагогов ориентироваться хоть и стало сложнее, свободы в выборе стало больше. Ведь литература – это не наука, да? Наука – это литература видения. А литература – это вид искусства. И подход к ней должен быть такой. Это зависит, конечно, от человека, который ее преподает, который о ней говорит. И поэтому учителя получили возможность получить разные учебники. Или вести так, как они как бы видят этот предмет. Для справки. До того, как попасть на парту, любой учебник проходит несколько инстанций. Сначала через экспертный совет Министерства просвещения, который определит, соответствует ли он федеральным образовательным стандартам, ФГОСом. Затем под него разрабатывается программа. И только после включения его в федеральный перечень учебников, который обновляется каждый год, его можно направить в школы. Меняются стандарты, меняются и пособия. В 90-х в школьных учебниках появились произведения Булгакова и Леонида Андреева. Но исчезли «Как закалялась сталь» и «Молодая гвардия». Причина, как говорят эксперты, невозможность вместить всю русскую литературу в узкую программу средней школы. О Фадееве вполне можно было говорить, скажем, в обзоре русской, советской литературы 20-х годов. То есть никто директивно не исключал, но на самом деле материал так велик, что просто чисто физически в учебник включить это было очень трудно. То, что не попало в стандарт. Получается, чего не было в стандартах, того не должно было быть в учебнике. Получается, да, именно так. Игорь Сухих, автор одного из популярных учебников по литературе. Теперь, как он сам его называет, бывший учебник. Потому что теперь его нет в официальном перечне. А до 2025 года учебник по литературе будет один для всей страны. Да, формально плюс для школьников. Меняя школу, не придется подстраиваться под программу. Но вот с содержанием могут возникнуть сложности. Боюсь, что задача автора этого будущего единого учебника будет совершенно в другом. Чтобы опять в какой-то мере, чтобы было легче проверять, зацементировать какое-то однозначное представление о том, что такое один день Ивана Денисовича. Он, кстати, остался, между прочим, в программе. Что такое молодая гвардия, которая вернулась в программу? Что такое там стихи? 12 блока, никакого символизма там нету. Символизм был раньше. Фактически мы возвращаемся к старой советской стандартизированной системе. Один учебник, чтобы учить всех. Пока таких будет шесть. Всемирная и российская история, литература, русский, география и ОБЖ, который в новой редакции станет основами безопасности и защиты Родины. Но вот ответ на вопрос, чему учить и как учить, во все времена был разный. Возьмем, для примера, самый переписываемый учебник. Учебник истории. Вот учебник русской истории 1909 года и учебник истории СССР 1952 года. Возьмем, для примера, такую историческую личность, как Степан Разин. И здесь нам предлагают прочитать про бунт Стеньки Разина всего-то на двух страницах. Полвека спустя бунт превращается в народное восстание под предводительством Степана Разина на семи с половиной страницах вместе с иллюстрациями. И неизменным выводом в конце о том, что вся сила все равно в рабочем классе. Те, кто в этом году пошел в 10 или 11 класс, уже будут учить историю по новому единому стандарту и единому учебнику. Вот для 11-го синий с крымским мостом на обложке уже поступил в петербургские школы. Доцент Педагогического университета имени Герцена Дмитрий Кузин обращает наше внимание. Акцент сделан не только на современных событиях. То, что раньше преподавалось сухо и вскользь, теперь рассматривается максимально подробно. Научно-техническая революция, национальная политика, о культуре здесь ни слова. А здесь? А здесь? Ну, тут целый параграф. Ну, потому что эти разделы есть. И в каждой эпохе есть такой раздел по культуре. Ну, да, тоже обязательное требование стандартов и программ. Еще отличие. Полету Гагарина в учебнике 90-х уделен всего один абзац, в новом две страницы с иллюстрациями. Но изменения не только в содержании, но и в форме. В конце раздела ссылки на книги и даже фильмы для закрепления материала. Дети меняются, вслед за ними меняются и учебники. С моей точки зрения, самой сильной стороной является его методический аппарат. То есть, учителю здесь есть чего использовать. Вот, здесь есть... Вот, что, например, как это? Ну, вот тут в данном случае это отрывок из письма писателя Гростному Хрущеву. Да? К нему ставятся задания. То есть, можно... Учебник может не просто читать учебник, а, например, познакомиться с тем, что думали современники. Другими словами, за системообразующие дисциплины решено взяться всерьез. Потому что есть немало примеров того, что бывает, если сферу школьных учебников, образно говоря, пустить на самотек. Вот представьте, что я, как ученик второго класса, получил по предмету окружающий мир такое домашнее задание. Нарисовать мир глазами кузнечика. Тут и взрослый-то человек придет в замешательство. А какой он мир в глазах у кузнечика? Автор этой рабочей тетради Андрей Плешаков, кандидат педагогических наук. Интервью журналистам не дает, от комментариев воздерживается. Но известно, что по его пособиям младшеклассники учатся еще с 90-х годов. Да, в новой редакции 23-го года скандального задания уже нет. Но вопросов у родителей и учеников меньше не стало. Вот, пожалуйста, на каждой странице нас отправляют к другому учебнику, атласу-определителю, которого, например, в школе тоже не выдают. То есть это требует покупки чего-то дополнительного? Да. С представителями родительских комитетов начальных классов присматриваемся к пособию окружающий мир более пристально. Пособие включено в федеральный перечень. Но вот тема про семью. А фотографии как будто из фотобанка, причем зарубежного, ну не выглядят так наши дедушки и бабушки. Прям совсем все полностью самостоятельно сделать очень тяжело. Есть которые там запиши-напиши, это все понятно, это все найдется. Но опять же, если что-то нужно найти в интернете, это нужно ребенку подойти ко взрослому человеку, чтобы он это нашел, ребенок это записал или прочитал в интернете. При этом все с удовольствием вспоминают, как собирали гербарии в парках, вели наблюдения за птицами, еще в том советском школьном детстве с советскими учебниками. И сами мамы были бы рады, если бы хоть часть этой практики вернулась в программу по окружающему миру. Больше рассказывать, наверное, о природе, о животном мире. Какие-то наблюдения, может быть, за птицами делать, какие-то практические задания, вот дневник наблюдения. Но многие родители спросят, как быть в той ситуации, когда мощную конкуренцию книге и учебнику у нынешнего поколения составляет интернет. Ответ. Тикток и Ютуб можно сделать помощниками в учебном процессе. Судите сами. Мы рассмотрим с вами, друзья, привидение дробей. Если мыслить по старинке, трудно будет сдать ЕГЭ. Один из самых известных интернет-преподавателей Петербурга Николай Милованов. Профессиональный репетитор по физике и математике с 45-летним стажем 3 года назад освоил новый формат уроков. Собрал сотни тысяч подписчиков и миллионы лайков от тех, кому недостаточно учебника, чтобы разобраться в теме. Мне нравится, мне нравится помогать, значит, своим ученикам, студентам увидеть простоту в том, что кажется поначалу сложным. И вывод, который можно сделать. Учителю сложно без хорошего учебника, а любой учебник без хорошего учителя просто книга. Так что, как и раньше, можно написать прекрасное учебное пособие, но оно не способно заменить профессионального педагога. К одному и тому же явлению можно подойти, объяснить его с разных сторон. Надо понять, а что же для этого ученика является простым. Понимаете? А учебник он такого не даст. Ну, а учебник, да, он такого не даёт, потому что невозможно сделать учебник говорящий. А говорящий учебник – это учитель. Да, в новый учебный год мы шагнули с новыми учебниками, учебными стандартными предметами. И учиться по ним тем, кто сейчас стоит на праздничных линейках. И мы задали им простой вопрос. Какой учебник они издали бы сами для себя? Ну, я считаю, что нужен учебник психологии в школе, поскольку это очень важная наука для осознания детей. Многие дети сталкиваются с тем, что не могут приготовить себе еду. До 18 за них готовят родители. И учебник по кулинарии, я думаю, решил бы эту проблему. Ну, скорее всего, это был бы учебник по финансовой грамотности, потому что подрастающему поколению важно знать не только о числах, но и о деньгах, как правильно их считать и как им пользоваться. Все эти истории – лишнее подтверждение факта, что общеобразовательная школа для нас как была, так и остается школой жизни. Тем важнее учебники, по которым мы буквально эту жизнь постигаем. Главная задача – найти компромисс между строгим контролем за теми, кто их пишет, и желаниями тех, кто по ним учится и учит. Ведь формально сегодня пишутся учебники, а фактически – будущее всей нашей страны. Антон Суман, пульс города.